Так, сегодня у нас такой пятый день, когда видео надо начинать все вот так, пятый день, и мы выдвигаемся на другой наш отель, он ближе к городу Револстон, по трассе номер один находится, этот отель называется Три Вэлли, что-то там, он расположен прямо на трассе, и там, и в достопримечательности, что там, есть музей, в котором собран быт старинных вещей, как раньше люди жили, как там это интересно посмотреть, расположен прямо реально в середине ничего, но есть озеро, можем попробовать на каяки поплавать, и рядом там есть скайпарк, кстати, проезжаем фрукт-стенд, вот здесь есть черри, что вот удивительно, мы вот пару раз уже заезжали в такие, не знаю, рынки, это или не рынок, что этот прям выглядит как магазин, цена в этих фермерских рынках ровно такая же, как в магазине, причем через это тоже такая же, и это прям удивительно, потому что всегда мы думаем, что на рынках обычно дешевле, ну и у фермеров точно дешевле, а вот вчера мы заезжали на винодельную, мы не снимали, но заехали на фруктовый этот стенд, и цена была даже дороже в полтора раза, чем в магазине, но это вообще никакие ворота, то есть стоит в поле этот киоск, у них никакой там логистики нет, ничего там, с поля пособирал, условно говоря, не знаю, и продавать, нет, 6 долларов, 6 долларов за полкило, вот такая вот там была цена, в магазине 4 доллара, а вот здесь вот сейчас вот аэродром, аэропорт Килловный, международный, по-моему, даже, надо посмотреть, ну здесь большие самолеты точно взлетают, вообще много этих самых национальностей можно встретить, я даже уверен, что люди просто приезжают отдохнуть из других стран сюда, это какой-то город Энер, Энтербай, Энтербай, о, странная улица, слушайте, ну, вообще, конечно, выглядит на 3 дома, ну, вот здесь какая-то миленькая центральная улица, с цветочками, ну, вот такие вот варенваны есть, ну, все, по сути, у нас сейчас скончится, наверное, но вот, как-то так вот говорит. obrith'i Это горы, но как-то странно, мы едем по огородам и поедем на первую трассу что ли, сейчас будем выезжать 8 километров Пшеница тут растет удивительно Странно, я седьмая трасса прямо поехала, она что-то какими-то огородами расправляла Быстрее так Заехали в скайтрек, адвенчур парк, сейчас будем разбираться что-то откуда, ааа, то есть это вот маршруты показаны Вот прям на входе уже стоят такие веревочный парк классный О, глянь, он как далекий, глянь, куда аж примыть, я уже хочу Пойдем вдвоем, а мама пока потусит Петя, а что делать, если мы упадем на парке? Мы просто еще умираем? Это для маленьких детей Мы умираем, если мы упадем? Нет, там уже страховка, зачем мы умирать будем? Вот, а это на высоте, вот туда надо дойти У маме дадим фотоаппарат и она будет Она будет нас снимать ходить Так, по ценам, вот короче Вот, Адалт 56 Зип, джамп, клайм, баланс Скайлайнс 34 секунд на 20 Вот, снова мы готовы уже Выледим с такими мотоциклитными касками Короче, подписались на какой-то скай курс, он называется Он самый дорогой 56 долларов взрослый, а то 40 лет Но скорее всего это вот куда-то туда мы пойдем Это прям большой курс И тут несколько есть скайлайнов видать Ну вот О, смотри на шарике как спускаться можно Так, Андрей с Вовой начинает свой маршрут В Веревочном парке Пока бодренькая Пока бодренькая Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 поезд, который идет через всю Канаду. А вот эта вот, трасса номер один тоже идет через всю Канаду. Вот все машины идут через нее, с запада на восток, с востока на запад. А мы идем на башню. Лошадь-бочка. За веревку держись. Не? Что ж такое? Может не твой размер? Давай еще чуть-чуть. Давай руку. Давай руку. Давай сам. Хоп. Давай, разбегай. А настоящая лошадь еще выше. И примерно такой же округлости туловища в ней. О. Нет, а вот так ногой закидывай. Стоит на ноге, закидывай. О, и ногой туда. О, давай, 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 ногой еще еще. Ногу закидывай, садись как на бочку. Вот, конец. Вот еще сказки из трех поросят. Соломенный домик. Это из прутика второй домик. А где же кирпичный домик? Кирпичный домик, который не смогли развалить. Для меня дом. О, хороший, слушай, домик, да? Для меня. Да. Кровать у него там есть, да? Стул? Кровать нет. Нет, только стул. Такой стул. Один стул, один стол и другой стул, и все. Башмачок. Какой-то известный. У нас, кстати, по-моему, она не так популярная. Этот башмачок, да. Я не знаю, кстати, про что. Женщина, которая жила в ботинке. Она имела много детей, которые не знали, что делать. Она дала им некоторый бульон, да, сам бровс. С кучей хлеба. Она поцеловала всех их и послала их к кровати. И что было дальше? Смотри, он мало. Смотри, вон они все сидят там. А то на второй этаж можно зайти вов, да? А ну, давай попробуй. Ой, это там маленький. Ой, маленький какой. Вон они там все жили в подземелье. Это тюрьма. Смотри, туда можно пройти, кстати. А ну, пройди посмотри, что-то. А там сложно. Вот еще один лежит. О, просто-то их тут много. Они все наказаны, наверное. А там, наверное, внизу еще и еще и ледят. Нужно спать. И вон еще один. Вот этот, да. А этот тоже просит, забери. Наверное, она их поработила и в рабы взяла. Нет. Это ее... Надо почитать эту сказку, короче. Фия какая-то. Фия крестная. Фия крестная с каким-то грибом. Наверху мальчики. Хорошая Фия и ее друзья. Какой-то домик с испытаниями. За веревку держись. Да? Ага. За веревку держись? Ну, думаю, да. Давай, давай, давай. Да что такое? Давай. Сейчас на клайбинг пойдем. А ты попробуй. Да, легко. Я же выше тебя. Ну, честно. А ты попробуй за веревку держись за окно. Ага. Ну, подпрыгни и вот так вот и возьмись. Давай одной ногой сюда, вправо, другой влево. Ну, ладно, у нас тут дверь есть. Давай, давай, давай. Еще, еще. И ногу остановить. Что там? Иди, движи. Ничего. Давай я попробую. Смотри, у меня хоп вот так вот руку и все. Ну, я-то не вижу, что там. А я тебя вижу. А я сейчас упаду. Как я? Ой, нет, я же не залезу. Ты не залезешь? Точно-точно? Не знаю. Ой, нет, я буду спать. Ну, какой-то прям избушка на курьих ножках. Хо-хо. У-у-у. Где? Как вот хорошо. Где она? Ага. Хорошо, тут ветерочек. Вот тут можно жить, да? Вот если делать такой домик на дереве, только это нам. На балкон. Вот тут какой-то трехэтажный домик. Прям большой. Следуй желтым кирпичам. Ну, давайте. Какой-то горный орел, козел. Это дровосек, да? Это дровосек. Это изумрудный... Как он? Город, да? Волшебник изумрудного города. Да это что, у них такой домик что-либо? Ой, вот это Элли. Но лица, конечно, что-то у них не очень получается. Стеклянная крыша зато. Да, изумруды. Вот это же изумруды, видишь? Столько книжек узнали, что нам надо прочитать. Эмералд. Да, что-то там. Ну, в общем, надо все записать. И волшебник изумрудного города, и старую женщину в этом башмаке. Грандма. А это какая-то красная шапочка. Сейчас все еще выше. Сейчас все еще выше есть-то. Давай еще выше. О, сколько здесь парельки. Слушай, крупная такая, да? Ее, наверное, точно можно поймать и съесть. Да. Нормальная такая. Ну, что, сходили в этот самый, в заколдованный лес, да, это называется? Интересный, да, там много сказок разных. Да. Нам понравилось? Хотя больше для маленьких детей мне показалось. Ну, не знаю. Понравилось? Да. Так что, всем, кому интересна такая тема, приезжайте. Сказки интересные. У нас много сказок образовалось. Оказывается, надо почитать. Аааа, ну да.